21 дисциплина, более 2000 участников из 100 стран мира. Игры будущего обещают стать масштабной площадкой, где спортсмены будут состязаться в необычном формате. Фиджитал-футболист Алекс Стиль прошел отборочные этапы и теперь будет выступать в составе команды на играх будущего. Рассказывает, залог победы – баланс между отличной игрой в футбол на приставке и мастерством на реальном футбольном поле. Сначала начинается игра в футбол виртуально, 4 человека играют за приставкой. Затем этот же счет, матч, который закончился, этот же счет переносится на игру на футбольном поле и продолжается, и в конце матча общий результат суммируется. Россия первой на мировой арене запускает такой проект. По словам организаторов, будущее за высокими технологиями. Они пронизывают все сферы человеческой жизни. Спорт не может остаться в стороне. Мы знаем, что есть стадионы, есть классические виды спорта, вот эта вот энергия стадиона, но интерес к ней постепенно чуть-чуть начал угасать, я имею в виду у зрительской аудитории. При этом мы видим расцвет киберспорта, видим огромное количество вовлеченных людей именно в эту часть нашей с вами жизни. И, собственно, для того, чтобы уравновесить, поймать вот эту гармонию, развивать человека одновременно в двух измерениях, да, и в физическом, и в цифровом, вот придумали соревнования такого масштаба. Кортеж с трофеем «Игр будущего» стартовал 14 ноября из Москвы. Он проедет через семь городов России и отправится в космос с Байконура, после чего предстанет перед зрителями на «Играх будущего». Для Самары большая честь оказаться в числе городов, встречающих главный трофей соревнований. Такая взаимосвязь новых видов спорта, новых цифровых технологий и новых соревнований в международном формате, который встречает Российская Федерация, надеюсь, даст и новый толчок для развития этих видов спорта на территории нашего региона. Отборочные турниры на «Игры будущего» продолжаются. Принять в них участие может каждый желающий, достигший 14 лет. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События.